Моё большое путешествие по Америке в самом разгаре. И в этой части самого сумасшедшего трипа в истории канала будет очень много природной красоты. А её, я точно знаю, много не бывает. Всем привет! Это Ян Буян. И я добралась до юго-запада США, чтобы изучить главные достопримечательности сразу же трёх штатов – Юты, Аризоны и Невады. Ну а помогать мне в этом будет мой четырёхколёсный друг, которого с моими подписчиками в Инстаграме мы решили назвать танком. Ну что, поехали! Гигантская пропасть, от которой голова идёт кругом. Какие же всё-таки причудливые формы может создать природа? И участок дороги до боли знакомый жителям всего мира. Вот место, где остановился Форест Гамм после своей долгой пробежки. Чем ещё способны удивить юго-западные штаты Америки? Снег? На улице снег? Кто и как наживается тут на инопланетных существах? Допустим, стоимость такой футболки – 24,99. И насколько опасен путь через Долину Смерти? Именно здесь была зафиксирована самая высокая температура. Я проеду тысячи километров, чтобы показать вам всё, что вызывает восторг и мурашки по коже. По этой части США я путешествовала ещё два года назад. И уже тогда захотела ещё раз вернуться к Гранд Каньону. Полюбоваться красотами, которые открываются с его высоты. И вот сегодня я в шаге от своей мечты. Но путь к Каньону не менее интересен, особенно если ехать на машине. Пока никак не могу привыкнуть к милям на спидометре и к фаренгейтам на градуснике. Но вот к чему привыкаешь быстро – это к хорошим дорогам. Потому что водить здесь действительно комфортно. Автомобиль арендованный, вместительный. Но чем не танк? Кстати, путешествую я по Америке так же, как и большинство жителей США. Американцы просто обожают большие машины и дорожные путешествия. На трассе часто можно встретить дом на колёсах, к которому прицеплен прицеп, на котором стоит ещё легковая машина. А может быть так, что сверху ещё и лодка лежит. И вот так вот они колесят по всем штатам. Пока ещё движемся по Калифорнии. Ну и как не заехать в самый первый ресторан, известный в мире сети быстрого питания? Догадались, о чём речь? Мне кажется, что каждый из нас хоть раз в жизни пробовал бургер из Макдональдса. Ну признавайтесь, ведь пробовали. Вот это место, где всё начиналось. В 1940 году два брата, Ричард и Моррис Макдональд, открыли ресторан, который назывался McDonald's Famous Barbecue и предлагал своим посетителям около 40 доименований жареного мяса. Грандиозный успех, как водится, пришёл не сразу. Но через несколько лет брачи смекнули, что основной доход им приносит продажа гамбургеров. Поэтому они закрыли ресторан и полностью переделали внутренний зал. Итого в дни появилось несколько видов гамбургеров, апельсиновый сок и чипсы. А где-то через год появился также картофель фри. И вот это небогатое меню и быстрое конвейерное обслуживание позволили снизить цену на гамбургеры до 15 центов. А это было в два раза дешевле, чем у конкурентов. Мы сейчас не будем обсуждать спорные моменты про качество еды. Об этом сняты десятки документальных фильмов и расследований. Но предпринимательский талант основателей Макдоналдс не может не восхищать. На сегодняшний день в мире под этим брендом с большой буквой «М» почти 40 тысяч ресторанов. Макдоналдс первый в мире вышел на абсолютно новую концепцию быстрого питания, основанную на быстром обслуживании, низких ценах и большом объёме продаж. Но прийти к такому успеху, который Макдоналдс имеет сейчас, помог продавец машин по изготовлению молочных коктейлей – Рэй Крок. Вообще, это очень интересная история, её в двух словах не рассказать. Поэтому, кому интересно, можете, например, посмотреть фильм «Основатель». Не волнуйтесь, здесь всё быстро. Точно? Первый ресторан Макдоналдс. Добро пожаловать в Макдоналдс. Готовы сделать заказ? Да, мне, пожалуйста, гамбургер, картошку фри и колу. С вас 35 центов. Пожалуйста. Кстати, после просмотра этого фильма я до сих пор задаю себе вопрос. Что важнее, придуманная идея или её реализация? Вы как считаете? Напишите в комментариях. Впрочем, ощущение, что я в каком-то западном вестерне, не покидает ни на минуту. Вы не представляете, как быстро меняется ландшафт, когда ты едешь на машине. Вот буквально ещё минут 10 назад росли пальмы, были зелёные луга, а сейчас настоящая пустыня и невероятно красивая. Субтитры сделал DimaTorzok. По дороге я увидела необычный яркий монумент с крестом. Оказалось, это искусственное возвышение, которое называется «Гора спасения». Надпись на ней гласит «Бог – это любовь». Гора эта рукотворная. Её начал возводить ещё в 1985 году местный житель Леонард Найт. Использовал для этого обычный кирпич, солому и всё это обильно красил, стараясь сделать максимально ярким. Найт хотел поделиться со всеми своей любовью к Богу. Тут он написал христианские высказывания, цитировал Библию. И, между прочим, продолжает совершенствовать свою гору до сих пор. Она стала своего рода местной достопримечательностью. Кстати, информацию о США я стараюсь черпать из англоязычных источников. Благо, язык уже успела подтянуть. Путешествуя по Америке, я легко нахожу общий язык с местными жителями. А всё потому, что стараюсь постоянно совершенствовать свой английский. Причём, благодаря сервису Puzzle English мне не нужно тратиться на дорогих репетиторов. Тут играючи можно погрузиться в языковую среду. И независимо от того, какой у тебя уровень. Puzzle English включает в себя сайт и сразу несколько приложений. Отрывки из фильмов, шоу, фрагменты обучающих роликов. С их помощью я учусь понимать живую речь с разными акцентами. Кстати, Puzzle English называется так не случайно. Тут есть упражнения, в которых нужно на слух собирать фразу из пазликов. Очень продуктивно. Без классических уроков тоже никуда. В том числе по грамматике. Занятия не обязательно выполнять сразу, их можно дробить. Так что учу язык в свободное от съёмок время. На Puzzle English есть пакет «Премиум навсегда». Это доступ ко всем возможностям сайта и приложений. К слову, уже с 1 декабря такой тариф купить будет невозможно. Так что у вас есть последняя возможность получить «Премиум навсегда». Успейте. А ещё на Puzzle English «Чёрная пятница». Так что «Премиум навсегда» можно приобрести со скидкой 75%. Переходите по ссылке, учите английский с Puzzle English и путешествуете без каких-либо языковых барьеров. Я вам серьёзно говорю, приложение вот такое, покупайте. Через пару часов въезжаем на территорию Невады. Немного общей информации о Неваде. Территория штата когда-то была частью испанской колонии в Северной Америке. Поэтому неудивительно, что название Невада произошло от испанского слова и означает «заснеженный». Столица штата – город Карсон-Сити. А самый крупный и известный – это, конечно же, Лас-Вегас. О Лас-Вегасе мой следующий ролик, не пропустите. А пока завернём к месту, которое каких-то несколько лет назад прогремело на весь мир. В штате Невада расположено, наверное, одно из самых секретных мест в мире. Военная база США – зона 51. Вы наверняка слышали о ней. Секретность базы, само существование, которое правительство США официально признало только в 2013 году, сделало её предметом многочисленных теорий заговора, в особенности о неопознанных летающих объектах и пришельцах. Поэтому неудивительно, что недалеко от базы находится вот этот магазин. Это магазин, где почти всё посвящено жителям далёких планет. Кого интересуют такие футболки, вам точно сюда. Очень интересно оформлен магазин. Ну, в принципе, помимо такой атрибутики, где написано всё про НЛО и зону 51, можно купить продукты. И как водится, чем раскрученнее место, тем выше цены. Допустим, стоимость такой футболки – 24,99. Впрочем, американцы давно научились делать деньги на всё. И этот магазин появился тут после хорошо спланированной, хоть и совсем не серьёзной кампании. Два года назад некий Мэти Робертс из Калифорнии организовал мероприятие в Facebook, которое называлось «Штурм зоны 51». Его цель была выяснить правду о пришельцах и освободить их, чтобы над ними больше не проводили эксперименты. И несмотря на явно шуточный характер мероприятия, оно привлекло более трёх миллионов человек. Его тоже поддержали многие знаменитости, такие как Яну Ривз, Илон Маск, Арнольд Шварценеггер и даже Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовный. 20 сентября 2019 года на мероприятиях в окрестностях базы приехало около 4 тысяч человек. Но попытки проникнуть внутрь предприняли немногие. Лишь 75 человек собрались у ворот базы, и из них пару человек арестовали. Я читала просто, что один из них уже начал делать подкоп. И в итоге флешмоб превратился в импровизированный фестиваль. А вот инопланетян так и не освободили. Летающих тарелок тут пока ещё не продают. Так что снова сажусь в свой танк и в путь. Чем хороши американские дороги, по пути от точки А в точку Б есть шанс увидеть немало интересного. Я проезжала мимо Дюн Альгадонус. Это небольшая пустыня, 70 километров в длину и почти 10 километров в ширину. Порядка 150 лет назад эти места были непроходимыми. И добраться по ним в Мексику не представлялось возможным. Даже железную дорогу решили строить в обход этих дюн. Но как всегда нашёлся смельчак, полковник Эд Флетчер, который решил доказать, что через дюны можно проехать. Он построил дощатую дорогу и соединил Сан-Диего с Аризоной. Спустя какое-то время эта, но весьма доработанная дорога, стала частью межгосударственной магистрали под номером 8. На границе Невады и Аризоны останавливаюсь у ещё одной гордости США. И вот она, инженерная икона страны. Эта плотина – одна из семи чудес американской инженерии. И самая высокая дамба в западном полушарии. Плотина названа в честь 31-го американского президента Герберта Гувера. Это грандиозное сооружение строилось больше 10 лет. И в своё время была самой большой плотиной в мире. И, кстати, именно благодаря ей Лос-Анджелес, Лас-Вегас и Финнис получают питьевую воду из реки Колорадо. Размеры плотины впечатляют. Её высота – 221 метр, а вес – почти 7 миллионов тонн. А красоты добавляют декоративные башни. Кстати, именно при строительстве этой плотины строители стали впервые защищать свою голову касками. Возведение этого чуда-инженерии было весьма опасным и сопровождалось немалым количеством трудностей. Впрочем, в Аризоне, куда я добралась, немало и природных красот. Этот американский штат наполнил природными чудесами, посмотреть на которые люди приезжают со всего мира. Пустыня, горы, каньоны, водопады, озёра. И всё это сосредоточено в одном штате. Ну что ж, здравствуй, Аризона! Символ штата Аризона – гигантский кактус. И, наконец, я добралась до парка, где эти чудесные кактусы в огромном количестве. Ох, давно я хотела попасть в национальный парк Сагуару, который находится на юге Аризоны. Он известен тем, что здесь высажено более 50 видов кактусов. Ну, вы скажете, кактусы и кактусы. Чем здесь удивить? Ну, а как насчёт вот этого? Мне кажется, идеальное фото для Инстаграма. Корнегия. Именно так по-научному называются эти кактусы. Они растут в пустыне Сонора. Это самая крупная и жаркая пустыня Северной Америки. Её размеры в разных источниках колеблются от 260 до 350 квадратных километров. Как вы понимаете, это очень большая территория. И вся она усеяна кактусами. Нет двух одинаковых по форме кактусов. Они как будто застыли в разных позах в своём кактусином танце. Какое-то фантастическое место. Единственное, что здесь очень жарко, очень жарко. И вот даже в октябре температурой 40 градусов вообще никого не удивить. А там, где жарко, жди встречи с каким-нибудь скорпионом или змеёй. Сомнительное удовольствие. А значит, пора в путь. На самом деле, столько всего интересного остаётся за кадром. Но всё это у меня есть в Инстаграме. Потому что в ролик нельзя всё уместить. Он не бесконечный. Так что подписывайтесь на Инстаграм. На горизонте замаячил настоящий оазис в пустынных землях. Город Сидона. Думаю, тут точно следует остановиться. Сидона – это небольшой городок в Аризоне, окружённый скальными образованиями красного цвета, каньоном с крутыми стенами и сосновыми лесами. Он славится своим мягким климатом и художественными галереями. Сидона – это сердце Аризоны. И есть даже высказывания. Бог создал Гранд Каньон, но живёт он в Сидоне. Этот город расположен на самом краю плато Колорадо и идеально вписан в окружающую природу. Поэтому здесь любят работать архитекторы, способные создать здания, которые словно растворяются в окружающей среде. Над городом Сидону возвышается римская католическая церковь, построенная в Красных скалах. И это – одно из семи рукотворных чудес Аризоны. И, как видите, очень популярное. Построить этот храм мечтала истовая христианка Маргарита Штауде. Поиски идеального места продолжались 20 лет, а начались они в 1932 году. И вот уже к концу 50-х храм был построен. Он был удостоен высокой награды Института американских архитекторов. Это место действительно очень атмосферное и необычное, поэтому популярное. Сюда ежегодно приезжают больше 4 миллионов человек. А я продолжаю свой путь к Гранд Каньону, но решила сделать небольшой крюк и сначала заехать в долину монументов, которая находится в резервации Навахо. Путь не близкий, но я уверена, он того стоит. Здесь сняли больше 20 фильмов. Форрест Гамп, Дикий-дикий Запад, Одинокий Рейнджер, Трансформеры. А ведь еще до конца 19-го века любоваться долиной монументов могли только индейцы племени Навахо. Здесь удивительное сочетание марсианских пейзажей и памятников культуры, словно созданных человеческой рукой. Смотришь на эти монументы, и они напоминают древние полуразрушенные замки, дома, храмы. К монументам подойти нельзя, потому что индейцы очень тщательно охраняют свои территории, и вот такая колючая проволока просто по всему периметру. Снова в танк. По пути еще один необычный монумент. Мы подъезжаем к округу Сан-Хуан, и вон там просматривается знаменитая достопримечательность Юты, мексиканский хат-рок. Это такой камень, напоминающий сомбреры, которые балансируют на вершине холма. Сейчас мы остановимся и посмотрим на него чуть поближе. Только посмотрите, как удалось в природе создать это чудо. Высота монумента 90 метров. Это как 30-этажный небоскреб. И только представьте, на эту шляпу забирались люди. Официальное восхождение произошло в 1962 году. Но когда на вершине оказались альпинисты, они обнаружили свидетельство того, что здесь уже некогда были люди. Но кто и когда первым покорил эту необычную вершину, так и останется загадкой. Жаль, что этими величественными сооружениями природы можно любоваться только на расстоянии. Без окна машины. Даже на бегу. Впрочем, возможно, именно так они выглядят особенно величественно. Форест Гамп со мной бы согласился. Я бежал три года, два месяца, 14 дней и 16 часов. Вот место, где остановился Форест Гамп после своей долгой пробежки, которая длилась три года, два месяца, 14 дней и 16 часов. И сейчас это место так и называется – точка Фореста Гампа. Форест остановился, а я пока не планирую. Имчу дальше по красивым дорогам Америки. Ведь впереди меня ждет Гранд Каньон. Американцы говорят, что штат Юта должен посетить хотя бы раз в жизни каждый. И знаете, я с ними согласна. Мне хотелось максимально соединиться с природой, поэтому я выбрала для себя весьма оригинальный ночлег. Если вы думаете, что речь про палатку, вы не угадали. Я забронировала трейлер в пустыне, чтобы смотреть на звездное небо. Приехала сюда, а его не оказалось. Но я точно знала, что это то же самое место, потому что два года назад я здесь была. И буквально через 3-5 минут приезжает человек и везет дом. Вот сейчас его устанавливают. Утром меня ждал сюрприз, который скорее можно было увидеть в России, чем в жарком штате Америки. Снег? На улице снег? Я думала, в Аризоне всегда тепло. Погода, конечно, меняется очень быстро. Пейзажи здесь меняются очень быстро. Мы только что ехали по степи, потом среди красных гор сейчас лес со снегом. Ну и температура, не знаю, вот буквально позавчера было 20 градусов тепла. Сейчас холодно просто до безумия. Но самое приятное, что ладно снег снегом, солнце и чистое небо. Красота? Люблю дорогу к Гранд Каньону. Она очень живописная и разнообразная. Смотри, олени побежали. Дорогу олени перебегают. Не ожидала не увидеть ни снега, ни оленей. А еще знаете что? Здесь стоят желтые березки. Так приятно. Откуда они здесь? Снег под ногами – это еще что. Но тут бывают метели похлеще российских. Мы приехали померзнуть. Наконец, вот она, долгожданная встреча. От этого каньона захватывает дух. Поэтому не случайно его называют великим. Как вы уже поняли, я в Гранд Каньоне. Посмотрите на эти причудливые формы. Их создали потоки реки Колорадо. Ушло на это творение тысячи, а может быть и миллионы лет. И сложно подобрать слова, когда видишь вот эту красоту. Четыре миллиона человек со всего мира ежегодно едут сюда, чтобы увидеть этот потрясающий пейзаж. Сложно поверить, что когда-то это было ровное плато. И природа тысячи лет создавала это чудо. Глубина каньона 2 километра. А его длина 450 километров. Это примерно как от Москвы до Нижнего Новгорода. Вы представляете, какой он огромный? Кстати, я читала, что это место очень популярно у молодоженов. Они едут сюда на фотосессию. Сегодня нет никого в белом платье, потому что тут и так слепят от белого. Вот это вид. Снег! Ну, тогда снежки надо поиграть. Самое удивительное, что температура на улице сейчас где-то 3 градуса. Не жарко, но не сказать, что холодно. Спокойно можно в кофте находиться на солнце. Вот уж никогда не думала, что на Гранд Каньоне мне понадобятся лыжные ботинки. Тут некоторые с лыжными палками. И я им, честно говоря, немного завидую. И все же это было незабываемо. Но меня ждет еще один очень необычный каньон. Поехали! Пейзажи меняются очень-очень быстро. Прошло-то каких-то минут 30. Ну, это вообще от силы. 30-е с момента, когда я выехала с Гранд Каньона. 30 минут прошло. А до этого были вот эти все леса снежные. А вот здесь вот, пожалуйста, самый настоящий Марс. И если все это Марс, то каньон Антилопы лучшее его место. Попасть в каньон Антилопы можно только при сопровождении индейца племени Наваха. Раньше было как? Ты приезжаешь в определенную точку, тебя садят в джипы и всей толпой везут. Сейчас правила изменились к моему большому удивлению. Ты приезжаешь, тебе вот дают вот такую вот бумажку, что ты в 10 часов идешь на экскурсию. И ты едешь на своей машине. Прямо сейчас, я сейчас верну камеру, покажу. Прямо уже вернится машина выстроилась. И мы все едем в каньон Антилопы. Каньон находится на территории резервации. Между прочим, резервация индейцев Наваха самая многочисленная. По площади она соизмерима со штатом Запада и Вирджиния. Правила, которые сейчас действуют. Маску нельзя снимать вообще, даже если ты фотографируешься. Постоянно нужно быть в маске. Рекомендация, когда вы выбираете время посещения каньона, это должно быть все-таки, наверное, день. Потому что вот сейчас солнца нет, и каньон такой немножко сероватый смотрится. Краснорыжие завораживающие изгибы этого каньона напоминают шкуру Антилопы. Отсюда и родилось название этого чуда природы. Попадая внутрь, ты забываешь, что находишься на Земле. Полное ощущение совершенно иной планеты. На самом деле я так хотела здесь пофотографироваться в платье. Даже специально купила, чтобы оно смотрелось здесь на контрасте. Но погода очень сильно испортилась, поэтому я надела две кофты, чтобы не замерзнуть. И моя фотосессия помахала мне рукой. Каньон делится на верхний и нижний для посещения каждого свои правила. Поскольку я здесь не впервые накопила свои лайфхаки. Запоминайте. Такие каньоны лучше съедайте либо первыми, либо последними, чтобы успеть пофотографироваться. Как видите, людей здесь очень много. Хотя, хотя в других каньонах еще больше. Именно поэтому я выбрала каньон, который называется Каньон Антилопа Икс. Какие же все-таки причудливые формы может создать природа? Невероятно. А вообще в инстаграме можно посмотреть мои фотографии, которые были сделаны два года назад в 12 часов дня. И это не последний каньон, который я сегодня вам покажу. Вы обязательно должны увидеть еще одно природное совершенство. Описать красоту, которого не хватит никаких слов. Вот он, знаменитый каньон, который называется Хошсубэнд. Или как просто его можно назвать? Подкова. Меандр. Именно так называется этот изгиб по-научному. Его создала река Колорадо, пробив себе симметричное русло. Хочу отметить, эта река немало потрудилась над местными красотами. Как здесь высоко. Падать, конечно, очень не хочется. Каньонов, конечно, в этих местах очень много. И они абсолютно разные. Антилопа, Подкова, Гранд Каньон. Я даже не знаю, какой из них лучше. А вы напишите в комментариях, какой вам больше всего понравился. Или, может быть, у вас есть свой любимый. Путешествие по западным штатам США подходит к концу. На обратном пути, отель у меня в Калифорнии, не могу не остановиться у еще одного символа Америки. Мы с вами въезжаем в Долину Смерти. Правда, звучит жутковато. Это один из самых крупных национальных парков в Соединенных Штатах Америки. Правда, находится этот парк официально в Калифорнии, но на границе с Невадой. Поэтому не показать его я вам не могу. Это место, Долина Смерти, назвали еще в 1849 году во времена Золотой Лихорадки. Когда переселенцы, направляясь в Калифорнию, решили срезать путь. И пошли по этой долине. Но, как вы понимаете, до конца дошли не все. И, между прочим, Долина Смерти занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Именно здесь была зафиксирована самая высокая температура. 10 июля 1913 года температура составила 56,7 градусов по Цельсию. Вы представляете просто, какая здесь стояла жара! А буквально в пяти часах отсюда в Гранд-Каньоне лежит снег. Просто я диву даюсь! Вот так к трем штатам Аризоне, Юте и Неваде, которые я планировала исколесить, добавилась еще и Калифорния. В результате в этом танке удалось преодолеть ни много ни мало 5000 километров. И практически на каждом из них завораживающая красота. Вот такие природные красоты. И, конечно же, это не все. Я даже не представляю, сколько нужно времени, чтобы объехать все национальные парки и каньоны. Но время двигаться дальше. Это был канал Ян Бу Ян. Подписывайтесь, ставьте лайки и не забывайте комментировать. А еще нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Ну а я отправляюсь в Лас-Вегас. Увидимся уже там. Субтитры сделал DimaTorzok